добрый день дорогие друзья мы сегодня с вами снова в шоу-руме компании атака меня по-прежнему зовут михаил и перед вами я сегодня стою в плитоноске не просто так как раз потому что мы будем говорить именно про плитоноску архангел мы уже снимали целую кучу роликов про видео как он собирается как происходит система сброса почему мы там делали так или иначе но все равно приходят сотни вопросов почему как сделать настройку почему вот здесь вот так почему вот здесь вот так как сравнивать с другими производителями поэтому мы решили давайте этим роликом мы просто подытожим чтобы раз и навсегда вы знали почему плитоноска компания архангел лучше чем практически любой другой аналог любого производителя будь то даже самые именитые импортные производители которых у нас тоже как бы тут есть с чем сравнить в первую очередь мы сравним с да нет не будем сравнить давайте просто поставим жирные плюсы на тех моментах которые я сейчас вам расскажу как настраивать что входит комплектацию какими другими модулями можно добивать и почему наша плитоноска по всем соотношениям цена-качество цвет размер там и все остальное как по всем потребительским параметрам и прочностным надежным и так далее так далее почему архангел на сегодняшний момент на рынке плитоносок украине я считаю одним из самых лучших и самых доступных вариантов среди того что вы можете только найти спросить или что-то с чем-то сравнить если вам этот ролик интересен сразу прожимаем жирный лайк потом внимательно смотрим и если кому-то что-то там не верится может где-то там сравнивать в интернете с другими производителями а кому будет интересно бы я думаю этот ролик будет очень поучительный и очень интересные в плане уже крупных планов в плане объяснения всех этих нюансов и сегодняшний ролик полностью посвящен плитоноски архангел и всем интересным ее моментом начинаем перед тем как мы рассмотрим все достоинства плитоноски архангел давайте остановимся на очень важном моменте то есть плитоноска идет от слова плита то есть вопрос какие бронеплиты вы используете внутри своего бронежилета плитоноска по сути дела это маленький бронежилет облегченная модель бронежилета который убраны достаточно большие площади противоосколочной защиты для того чтобы железо был более компактный более легкий вообще идея плитоносок появилась по сути дела в американской армии тогда когда появился на снабжении бронежилеты пас гт у них он состоял на тот момент из двух элементов был один жилет большой противоосколочный он закрывал основные практически части тела туловища солдата и была легкая часть такая похожая на современные плитоноски которая усиливала этот жилет одевая друг на друга то есть это был маленький такой жилете которые вставлялись бронеплиты и он накладывался на второй бронежилет который был противоосколочный но со временем команда не обратила внимание что солдаты перестали носить противоосколочную нижнюю часть потому что она большая тяжелая в ней жарко и так далее так далее так далее и солдаты стали носить маленькие такие только верхние такие части жилетиков которые собственно лежали только сами бронеплиты и И постепенно эта концепция, она и развилась в полноценную отдельную ветку бронежилетостроения, можем так назвать, которая выразилась в так называемом плейд-карьер, то есть это отдельная модель жилетов, которые облегченные, в которой есть бронеплиты. Стоит отметить, что бронеплиты бывают очень разные, то есть и в зависимости от этого, какие вы бронеплиты используете, или какие бронеплиты у вас приняты на снабжение ваших вооруженных сил в той стране, в которой вы воюете, грубо говоря, или в какой армии, в какой стране вы находитесь, есть очень много различных бронеплит. То есть есть бронеплиты на основе высокомолекулярного полиэтилена, есть стальные бронеплиты, есть на основе керамики, есть всевозможные композиты, которые собираются в тех или иных параметрах. Итак, в какое-то время эти все бронеплиты, они в принципе, безусловно, классифицированы и разделяются в зависимости от класса бронезащиты. Они могут быть, вот в Украине, допустим, бронеплиты могут быть 3-го, 4-го, 5-го и даже самого высокого 6-го класса. И в каждом из этих классов эти бронеплиты могут производиться из разных материалов. Так, допустим, в 3-м классе это может быть сталь и высокомолекулярный полиэтилен, в 4-м классе это может быть тоже, ну, не обычная сталь, а бронесталь, и в 3-м и в 4-м классе. И только она немножко толще в 4-м классе. 5-й и 6-й классы это в основном уже либо сталь, очень толстая, большая, тяжелая плита получается, либо керамика. Вот давайте мы сегодня на примере 6-го класса керамических бронеплит мы с вами как бы и пообщаемся. Даже в одном классе, как только говорят, что какие у вас бронеплиты, 6-й класс керамика. И вроде как бы этого достаточно для понимания, какая степень защиты у этого бронежилета, какая бронеплита, какой формы. Но тем не менее, даже в одном классе эти бронеплиты разные. Так я вам хочу показать сразу несколько моделей бронеплит. Вот, допустим, у меня в руках очень достаточно популярная в Украине бронеплита. Это канадского производства, ну, точнее, это производство компании Revision. Это импортная плита американская для канадской армии. Она имеет определенную такую характерную форму с зауженными краями. Вот, допустим, у вас бронеплита немецкая. Это компания Mechler, которая стандартного размера, как бы тоже 25 на 30. Но, как вы видите, они немножко отличаются по форме и немножко в близком размере, но друг друга отличаются по форме. Вот, допустим, так точно перед вами американская бронеплита ESAPI, которые очень близко по размеру с немецкой бронеплитой. Но, опять-таки, они тоже отличаются как по кривизне, так и по размеру. Вот. Стоит учесть, что, опять-таки, бронеплиты, они бывают не только в одном классе, немножко отличаются в одном размере по форме, но и бывают разных размеров вообще. Так, допустим, американские плиты ESAPI, они производятся в разных размерах. Вот, допустим, я вам покажу размер Medium, это средний размер. Может быть, размер Large. Как вы видите, она немножко больше, то есть у нее она немножко шире, немножко выше, но имеет такую же трапециевидную форму. Ну и, соответственно, в размере X Large она будет еще немножко шире, еще немножко выше. При этом они практически одинаковой толщины. Если сравнивать, скажем, размер Medium и размер X Large, вы видите, насколько эти плиты разные, то есть насколько одна плита больше другой. И, соответственно, когда вы заказываете какую-то плитоноску, вы должны учитывать размер этой плитоноски для того, чтобы учитывать размер плиты, которую вы в нее используете. То есть плита, она первостепенна, размер чехла второстепенен. То есть вы подбираете размер чехла под ту бронеплиту, которая у вас есть, или та бронеплита, которая у вас подходит под ваши антропометрические размеры. Так, допустим, в большинстве бронежилетов основным размером является Medium. То есть для среднестатистического человека, среднего роста, среднего телосложения, такая бронеплита подходит размером Medium. Это самый ходовой, самый популярный размер бронеплит во всем мире практически, 25 на 30 сантиметров. Причем стоит отметить, что в больших тяжелых бронежилетах, таких как американские ИОТВ-3, ИОТВ-4, как в украинских Корсарах, как в британском Оспрее, то есть большая часть бронеплит в мире, они вот такого размера. В зависимости от того, кто какие использует, это может быть стальная, керамическая, полиэтиленовая плита и так далее, и так далее. Но бывают люди, которые не похожи на других. Они бывают больше, они бывают выше, они бывают больше в груди, как бы больше по охвату груди. Поэтому может использоваться плита даже размера X-Large. Поэтому первостепенно вы под свой рост и свой объем груди должны подобрать бронеплиту, которая подходит вам по размеру. И должен вам сказать, что не обязательно в порыве какого-то страха или в порыве желания иметь большую противопульную защиту, вы должны для себя, вот как я сейчас, при своем среднем росте и среднем телосложении, сразу брать больше плиту. То есть, не обязательно, что на ваше телосложение должна подойти большая плита. То есть, это не всегда хорошо. То есть, ваша бронеплита, она должна закрывать только те органы, важные для жизни органы, которые сердце, легкие и печень, которые вы закрываете, эти летальные зоны, так называемые. То есть, за бронеплитой спрятано то, что вам надо защитить в первую очередь. То есть, руки, плечи и все остальное, это не может привести сразу к летальному исходу в случае ранения. А попадание в сердце, оно к такому, безусловно, может привести. Поэтому, для среднестатистического человека, в большинстве случаев подходит размер medium 25 на 30 сантиметров. Ну, в зависимости от того, какую вы плиту выберете, это может быть плита разной геометрии. То есть, вы можете подобрать плиту либо одного стандарта, либо другого. Что касательно теперь плитоноски Архангел. То есть, когда мы ее проектировали, размер бронеплит, это было первое, с чего мы начали. Мы собрали основные размеры бронеплит, их размеры, их кривизну. Потому что, как вы видите, современные бронеплиты, они могут иметь как в боковой проекции кривизну, так и в нижней, так и в боковой проекции. Бывают бронеплиты, в которых этот изгиб не так ярко выражен. Но, соответственно, вот эту кривизну этих бронеплит, это все надо было учитывать при разработке бронежилета Архангел. И вот теперь мы переходим непосредственно к тем моментам, которые связаны с бронежилетом. Итак, мы разобрались с бронеплитами. Теперь давайте подойдем к бронежилету Архангел. Самое первое, что надо про него знать, самый большой плюс, это то, что этот жилет мультиплитный. То есть, первоначально в каждом размере, как мы показали, все плиты немножко отличаются. И в зависимости от того, какая у вас плита, вы под нее сможете подобрать бронежилет Архангел. Так что, в любом из этих размеров, как бы, вы найдете свою бронеплиту, приходите или через интернет заказываете, говорите, какой у вас размер бронеплиты, сталь, это керамика или композитная, там, высокомолекулярный полиэтилен. И говорите, какой размер бронеплиты, и, соответственно, мы подберем под вашу бронеплиту размер жилета. А в компании Атака он производится в нескольких размерах. Так, перед вами стандартный жилет. На всех наших фотографиях на сайте это всегда показан жилет в размерах 25 на 30, размер медиум. И, как я вам уже показывал, под него подходят бронеплиты канадские, под него подходят бронеплиты американские, бронеплиты немецкие и так далее, и так далее. Если вы человек высокий, если у вас развитая грудная клетка, если у вас бронеплита размер L, то, соответственно, вы можете заказать бронежилет Архангл размера L, и размер вашего жилета будет адаптирован под ваше телосложение. Более того, у нас были несколько заказчиков, которые, ну, даже по современным меркам, при среднем, высоком, статистическом таком росте, высоком, есть люди, которые заказывали и размеры XL и даже 2XL. То есть, и, соответственно, под эти размеры бронеплиты, размеры таких людей у компании Атака есть бронежилет размера даже до 2XL. То есть, это большой широченный жилет на больших богатырей, можно так назвать. Поэтому самое первое, что вы должны знать, что под любую бронеплиту, которую вы себе нашли, под любую спарку, допустим, стальная бронеплита Kevlar или противоосколочные элементы, вы найдете бронежилет Архангел, чехол бронежилета нужного вам размера. Второй важный момент при выборе плитоноски и то, что есть в бронежилете Архангел, который учитывает этот момент. Ваши бронеплиты, они в плитоноске расположены не только сами бронеплиты. Состав и качество самой бронеплиты, он может быть тоже разный. То есть, бывают плиты, которые современные, так называемый стенделон, которые достаточно самой бронеплиты. Она удерживает высокоскоростные боеприпасы, при этом она разрушается внутри, эта керамика, но не пропускает осколки и не деформируется настолько сильно, чтобы повредить человека, владельца этого бронеплиты. То есть, одной этой плиты достаточно самой. Вот эти плиты стенделон, это такие плиты, которых достаточно только плиты. Иногда на каких-то видеороликах про американских крутых спецназеров, вы можете увидеть, что у них очень легкие плитоноски. Иногда они очень даже открытые, иногда очень даже лазером порезаны такие чехлы, которые через них прямо видны, эти бронеплиты. И кроме самой бронеплиты там ничего нет. Потому что плита стенделона, она, во-первых, защищена влагостойкой тканью, защищена определенным демпфером противоосколочным, есть мягкий демпфер с обратной стороны, и самой этой плиты достаточно. И такие плиты подходят под наш бронежилет, и конструкция нашего бронежилета учитывает толщину такой бронеплиты. Но не все бронеплиты из керамики такие. Так, например, есть бронеплиты, которые не могут, будучи самостоятельно установленных бронежилет, выдержать вот такие боеприпасы. И тогда они используются в таком тандеме, когда обратная часть, у них выполнена подложка такая, выполнена из кевлара. То есть этот элемент кевларовый, по сути дела, является противоосколочным элементом, таким же, как в больших бронежилетах, который закрывает воротники, плечи и так далее. Чаще всего такие вставки сделаны по украинскому ДСТУ, это первый класс, или по ДСТУ 2002 года, это первый А-класс. То есть он защищает от осколков пистолетных боеприпасов. То есть без плиты у вас все равно, как бы вот такая мягкая кевларовая вставка в вашем плитнике обеспечивает вам значительно легкое, скажем, подвижное состояние, но при этом у вас будет, по сути дела, первый А-класс защиты. Иногда такие вставки встречаются из кевлара, иногда они встречаются из высокомолекулярного полиэтилена. То есть и такие элементы есть адаптированных размеров под плитники, и в нашем ассортименте они тоже есть, и подходят к нашему бронежилету Архангел, к нашим бронежилетам оператор, то есть разные модификации бывают. То есть если у вас бронеплита не стендилон, а необходимо иметь кевларовую подложку, мы вам тоже такое можем обеспечить. И наш бронежилет Архангел учитывает толщину таких плит вместе с кевларовой подложкой. То есть для них есть специальный отсек, который позволяет установить бронеплиту, отрегулировать ее правильное положение внутри бронежилета и, соответственно, иметь за ней кевларовый противоосколочный элемент. Это очень важно. Следующий важный момент. Раз уж мы с вами говорим о том, что, только что мы поговорили о том, что плиты можно отрегулировать положение внутри бронежилета, давайте разберемся, как это отделение для бронеплиты, как оно выглядит в бронежилете Архангел, и как это просто и удобно сделается. Что спереди, что сзади, вы можете увидеть такой хлястик, за который вы можете открыть большой клапан на широченной такой липучке. За вот такой вот хлястик, который является элементом, как ЧК, вы его открываете, этот передний клапан. При этом перед вами открывается вся внутренняя часть жилета, в которой, собственно, вы видите систему регулировки и подвеса этой бронеплиты. Вы видите отсек, который находится для кевлара, и вы видите с внутренней стороны демпфер. Но про демпфер мы, про этот кап, мы с вами сейчас чуть позже поговорим. Итак, я хочу обратить ваше внимание на систему ременного подвеса, который находится внутри жилета. То есть, чего нет, кстати, практически ни у какой плитоноски других украинских производителей ни в одном размере. То есть, почему это происходит у других компаний, я не знаю. Чем они думают, непонятно. То есть, в данном случае, вы видите, как легко я вставил бронеплиту, и при помощи такой ременного подвеса на липучке, я обтягиваю эту бронеплиту во внутренней полости жилета. В таком варианте, даже с открытым клапаном, у вас плита никуда не упадет. Она никуда не болтается внутри жилета и так далее. То есть, если у вас плита не стендалон, во второе отделение вы можете помещать кевларовую вставку туда же, вовнутрь. Либо, если она не нужна, закрываем просто клапан и сборка вашего жилета вот так вот за полминуты. Вы как бы это все прекрасно собрали. И ваш бронежилет готов к носке. Раз уж мы с вами вставили бронеплиту в бронежилет, и, соответственно, мы не рассчитываем, но всякое на войне может быть, может так, что ваша бронеплита будет подвержена обстрелу, ваше тело. И в данном случае бронежилет Архангел имеет с внутренней стороны, в каждой модели, в каждом размере, имеет встроенный кап. То есть, это такая специальная система, которая, во-первых, вам обеспечивает неперегревание тела в жарком климате. То есть, ваше тело не касается всей площади этого бронежилета. Благодаря вот таким вот вертикальным подушкам, которые достаточно толстые, на них где-то на сантиметр выступают над общей площадью жилета, этот кап касается вашего тела не по всей поверхности. То есть, он касается только вот в этих вертикальных подушках. И, соответственно, между этими подушками, вот в этих каналах, здесь может циркулировать воздух, который является, соответственно, проветривает ваше тело, и вы не так перегреваетесь во время интенсивного движения, во время интенсивных каких-то работ, беготни, ну, как бы обычной военной работы. Вот. Или в жарком климате. То есть, вот этот климатический амортизационный подбой, он обеспечит вам две вещи. Вы не перегреваетесь во время интенсивного движения, и в случае попадания в вас каких-то осколков, пуль, боеприпасов, он берет на себя многую часть кинетической энергии, которая приходит от этих боеприпасов во время деформации бронеплиты, во время разрушения вот этой керамики, которая внутри этой бронеплиты, и всю запреградную травму во время деформации этих бронеплит, вот этот кап берет на себя дополнительно, чтобы защитить ваши органы, вашего тела, чтобы вы не получили очень сильные повреждения в ваших внутренних органах. Состоит он очень интересно. Это не просто кап, это не просто пенка и не просто сетка, как многие делают, когда у них задняя вот эта вот часть жилета, это просто сеточка. То есть, здесь этот жилет сделан в комбинации определенных элементов. Здесь находится специальная внутренняя сторона, она тоже выполнена из сетки. Внутри находится перфорированная пена. И с внутренней стороны жилета находятся специальные очень жесткие элементы, которые, собственно, и формируют вот этот кап. То есть, они не стесняют ваше движение, потому что они гибкие, но при этом они очень твердые, и на их деформацию во время запреградной травмы тратится очень большая кинетическая энергия. И, соответственно, эти элементы в какой-то степени вам позволяют остаться неинвалидом после получения каких-то ранений. И, соответственно, сетка с внутренней стороны, она более комфортно ложится на ваши боевые рубашки, на ваши футболки, на ваше тело. Она не так, скажем, жаркая, как если это была бы просто кордура. И, опять-таки, как вы обратили внимание, наверняка, внутренняя сторона сетки и перфорированная пена вот этим внутренним слоем обеспечивают сквозное прохождение воздуха через внутреннюю часть жилета вот в эти вентиляционные каналы, про которые мы говорили. И в тот момент, когда человек бежит или перемещается, все время происходят вот такие движения во время бега, происходят такие ритмичные движения, которые, в свою очередь, могут позволять вот этот воздух как бы просасывать через вот эти слои сетки. Это что касается капа. Следующий момент. Это простота одевания. То есть мы всегда говорим о том, что у нас в бронежилете Архангел Эволюшн предусмотрены замки. В данном случае это замки итальянского производства компании Дуаэм, выполненные из очень надежного прочного пластика и они обеспечивают быстрое одевание, быстрое застегивание и быстрое снятие этого жилета. Очень многие производители делают такие замки не только в боковой части, но и такие же замки в верхней части. Мы тоже можем делать такие же замки и в верхней части, но мы от этой идеи отказались в одних из самых первых своих прототипов. Объясняю почему. Вот эти части, где стоят эти замки, чаще всего приходятся на ту зону, которая связана либо с быстрым сбросом, а не только открытием. То есть вы должны понять между собой разницу между быстрым открытием и быстрым сбросом. Быстрое открытие это позволяет, когда у вас прошел какой-то тяжелый день, но ничего с вами такого страшного не произошло, вы пришли уставший, расстегнули замочек один, другой, сняли бронежилет достаточно и все, вот это быстрое открытие. Но когда с вами какая-то критическая ситуация, когда вы упали под воду во всем снаряжении или допустим у вас все-таки ранение и медик должен оказать вам помощь, у вас должна сработать система быстрого сброса. Допустим, когда вы упали и с рюкзаком вы можете быть в любой ситуации, может быть ранение в ногу или ранение в туловище или все что угодно может быть, медик при оказании помощи раненому, он сразу должен снять с вас бронежилет. И для этого у нас предусмотрены вот такие две, если вы видите черные петли, отвечающие за систему сброса. Как это происходит быстро, вы можете сейчас посмотреть на врезки, которые в этом ролике мы вам обязательно покажем. Ну вот, как бы, смотрим, как это все будет работать. Быстро, быстро, да. Все, грудная секция снята. Дальше, понятное дело, уже доступ до грудной полости, брушной полости обеспечен в полной мере. Система быстрого одевания или быстрого снятия формируется чаще всего на жилетах, либо за счет липучек, как это было в Архангеле первого поколения, либо за счет таких замков, как это в Архангеле Эволюшн. И эти замки позволяют не только быстро открывать-закрывать, но, как мы уже показывали еще в одном нашем ролике, вы можете менять боковые элементы этого жилета. Вы можете менять камербанды на тот камербанд, который вам нужен. В данном случае, в базовой комплектации, железо всегда поставляется с камербандом каркасного типа, вот такие вот скелетного типа, многие их называют. Но вы можете всегда докупить или дозаказать, или когда формируете только свой заказ, обратить на это внимание, то, что эти камербанды могут быть разные. Могут быть в одну стропу, в две стропы, в три стропы, могут быть тканевые под кевлар, могут быть эластичные. То есть, про это мы снимали отдельные ролики, мы вам, может, показывали, кому интересно, зайдите, обязательно посмотрите. Итак, простота одевания. Да, кстати, следующий важный фактор, это вес жилета. То есть, вот в собранном состоянии, с двумя керамическими тяжелыми бронеплитами, шестого класса защиты, с... Вот в таком вот виде, как вы его видите, вес жилета с американскими ESAPI-плитами составляет от 5,8 до 6 килограмм, в зависимости от производителя бронеплит. В данном случае, вот у меня сейчас бронежилет 6-килограммовый, что значительно его отличает от бронежилетов классических, которые могут весить и 13, и 14 килограмм, а некоторые представители даже 16. То есть, при таком весе у вас страдает позвоночник, вот у вас при таком весе страдает поясница, у вас наверняка со временем могут образоваться какие-то грыжи межпозвоночные, все остальное, и от этого страдают очень многие наши ребята от избыточного веса снаряжения, от избыточного веса брони, и от избыточного веса в случае перемещения. Или вот представьте ситуацию, когда вы в бронежилете весом 14 килограмм, в базовом бронежилете, со всем боекомплектом, с каской, с автоматом прыгнете с бронетранспортера. То есть, весь этот вес, он приходится компрессионной травмой, приходится на ваш позвоночник, на вашу поясницу, на ваши колени, на ваши кости, на ваши суставы. С бронежилетом же 6 килограмм, вы имеете гораздо больше запас на прочности для себя, для своего здоровья, и для того быка, который вы можете с собой взять. Опять-таки, обращу внимание, что такие бронежилеты, мы, как еще один плюс для вас, мы их делаем в варианте для фитнеса. Потому что во многих кроссфитах есть определенный стандарт, когда вес жилета, для того, чтобы участвовать в соревнованиях, он не должен быть меньше, чем, допустим, 9 килограмм. То есть, это вес такого жилета с боковыми бронеплитами, каждый из которых будет весить еще примерно по килограмму, плюс чехлы. Вот мы имеем 6, плюс 2 по килограмму по бокам, плюс чехлы где-то в районе 9 килограмм, даже чуть ниже, получится вес такого жилета. Это средний вес плитоноски в полном экипировке, который сейчас вы можете взять. Если в таком варианте, как на мне, спереди, сзади бронеплита, вес такого комплекта, защищающего вас от бронебойных, от бронебойно-зажигательных, таких вот, допустим, как 7,62х54Р, это СВД, то есть вот такая бронеплита американская ИСАПИ, она выдерживает при попадании в такой бронежилет с 5-6 метров. То есть это, ну, я первый раз, когда увидел, сам был поражен, насколько эти бронеплиты эффективны даже для таких скоростных и тяжелых боеприпасов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова